Всем привет, с вами Orbex. Иногда над проектами, связанные с написанием кода, работают десятки, а то и сотни человек. И для того, чтобы разработчики нормально взаимодействовали, не писали лишний код и так далее, была придумана система контроля версии Git, а GitHub это Git с интерфейсом. Если обычный Git пишется в консоли, то на GitHub вы можете просматривать код и его изменения, так же как вы просматриваете данные на вашем компьютере. А в этом видео я расскажу про основы Git и GitHub. Сначала скачиваем Git, идем на официальный сайт, ссылка в описании и скачиваем его для вашей операционной системы. Во многих уроках первым делом учат работать в консоли, но как по мне, работать в программе с интерфейсом удобнее и быстрее. Поэтому заходим на сайт GitHub и регистрируемся. Кроме GitHub существуют и другие сервисы для работы с Git, например GitBucket, но GitHub самый популярный. Помимо регистрации на сайте, мы также должны скачать GitHub Desktop, чтобы просматривать изменения в файлах, подтверждать их, создавать, добавлять репозитории и так далее. Репозитории это как жесткие диски на вашем компьютере, в которых существуют файлы, связи между ними и так далее. В GitHub Desktop вас попросят войти в свой GitHub аккаунт. Теперь мы можем создать наш первый репозиторий, в котором мы сможем управлять нашим проектом. Идем в файл и создаем репозиторий. У нас сразу появляется кнопка Publish. После ее нажатия, наш репозиторий будет клонирован на сервера GitHub, и другие пользователи смогут просматривать и копировать ваши репозитории. Теперь мы можем перейти в Visual Studio Code. VS Code это программа, в которой мы можем писать код. Здесь создаем файлы. Вернемся в GitHub Desktop, и как можно заметить, теперь у нас отображаются изменения в нашем репозитории. Мы можем написать название и описание коммита, то есть подтверждение и отправить на сервер. Идем на сайт, и как можно заметить, файл, который мы создали ранее, теперь находится здесь. А теперь давайте представим, что другому разработчику нужно скопировать ваш код на свой компьютер и сделать какие-то изменения. Чтобы это сделать, мы заходим вот в это окно, копируем ссылку, идем в Desktop, нажимаем клонировать репозиторий, вставляем ссылку и ждем пока загрузится код. В этом видео я рассказал далеко не все, что есть в Git. В Git также существуют конфликты версий, ветки, разработчики, которым вы можете давать различные полномочия и так далее. Но про это я расскажу в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Продолжение следует...